Всем привет, ребята! Я обещал одному человеку снять видео о том, как я затачиваю зубья для таких вот пробойников срочных. Диаметр отверстия внутреннего у этих зубьев 1 мм. К сожалению, долго собирался, но лучше поздно, чем никогда. Раз обещал, значит надо выполнить свои обещания. Сначала я хочу такой дисклаймер вам дать. Во-первых, это не какой-то мастер-класс по заточке. Это просто я рассказываю, как я вышел из положения. Я купил вот эти пробойники, посмотрел в лупу, они оказались абсолютно тупыми. И я улучшил их. То есть, возможно, кто-то предложит что-то лучше, но я просто рассказываю, как я это сделал. Так, это первое. Второе, что вам понадобится? В моем случае вам понадобится бормашинка любая, можно такую, можно другую, не важно. Вам понадобятся алмазы на гальванической связке, потому что любые другие бруски вы повредите. Вам понадобятся также еще, да, бланки, значит, у меня 600 и 1500. Обязательно нужно будет бланк с кожей. В моем случае был с пастой, это у меня просто дельная история. Так, и обязательно вам потребуется лупа для контроля заточки, потому что там настолько все быстро снимается металл. Я использовал десятикратную лупу белома. Ну, а сейчас я перенастрою оборудование поближе, чтобы показать вам детально процесс съемки. Берем бормашинку, причем, в принципе, ее можно даже не включать в сеть. Единственное, когда я включал ее именно как бормашинку использовал, это уже в самый последний момент, когда полировал на пасте. Мне она нужна только для того, чтобы зажать зуб, и у меня была четкая ось вращения. Затачиваю я полностью вручную. Я беру бланк. Ну, я начинал с 600, у меня 1500 и 600. Примежуточного тысячного нет. Понятно, что кладу я его абразивной стороной вверх, но поскольку зуб у меня уже заточен, я покажу вам просто на обратной стороне. Значит, зуб я зажимаю в бормашинку. В моем случае я модернизировал ее, докупив вот такой цанговый патрон. Не цанговый, а обычный патрон. Но у меня в комплекте были и цанги. И вообще говоря, я рекомендую затачивать именно цангами, а не латунные. И при зажимании они не повредят резьбу на зубе. Зажали. Бормашинку, ось бормашинки, поставили примерно под 45 градусов к абразивному материалу. Я, поскольку правша, прикладывал левую руку, естественно, но вам покажу правую. То есть, что я делал? Я вот так ставил палец и прижимал этим пальцем патрон. А дальше ручку проводил, со стараясь сохранить угол. Поскольку патрон цеплялся за руку, то он вращался сейчас. Вот. Видно, да? И при этом палец прижимал его к абразиву. И вот так я его переставляю. Затачивал 10 раз. После 10 раз обязательно контроль, сколько вы сняли. Еще раз повторюсь. Затачиваем примерно под 45 градусов. Почему не больше? Потому что металл очень тонкий. И ударные нагрузки могут просто кромку разрушить. Мне хватило примерно 20 раз. Ну, как вы будете давить? Сильно я не давил. Как вы будете давить? Это покажет только опыт. У меня также очень лысоватые камни. Если камни будут новые, то они будут драть быстрее. Дальше. Перехожу на 1500. То же самое. Показываю, естественно, на обратной стороне. Не подумайте, что я сошел с ума. Просто уже все заточено. Не хочу снять лишнее. 10 раз проводим. Обязательно контроль. Опять. Примерно там. Может быть, кстати, 10 раз я проводил. Все. Дальше. Я ее лично включал. И на коже с пастой Гои проводил. Тоже под 45 градусов. Просто полировал. Причем старался вот так вот вести к себе. Ну, чтобы внутрь не забилась кожа. Вот, собственно, и все. И вся заточка. Еще раз повторяю. Самое главное. Если вы переживаете, то чаще смотрите в лупу. Сколько вы сняли. Потому что очень тонкая работа. Надо снять реально очень мало металла. И снимается он очень быстро. Ни в коем случае не пробуйте включить бормашинку и снять это при работающей бормашинке. Вы снимите мгновенно гораздо больше, чем надо. И вся заточка каждого зуба происходит за какие-то там полминуты. Может быть, максимум минуту. Сейчас я поставлю лупу и покажу вам, что мы должны достичь. В идеале мы должны получить вот такую фаску. Вот именно такую фаску под 45 градусов. Причем мы не должны сделать ее острой. Обращаю ваше внимание на это. Наша задача лишь уменьшить поясок. То есть, попробуй показать на примере, о чем я говорю. Вот видите, она здесь не острая. То есть, я оставил небольшую стенку небольшой толщины. Это, кстати, вот кончик иглы. Почему? Потому что технологически отверстия внутренней, центр внутреннего отверстия с центром наружного диаметра, они не всегда совпадают. То есть, он бывает небольшой эксцентриситет. Если вы захотите сделать острую кромку, то вы просто можете промазать. То есть, вот здесь сточится и будет провал, а здесь будет еще стенка. Это раз. Второе. Острая кромка может не выдержать, даже с 45 градусов углом заточки, может просто не выдержать ударных нагрузок и обломиться. Поэтому наша задача не сделать острой. Вот видите, я специально оставил. Вот тут, наверное, видно. Все-таки попробую. Сейчас увеличить до 6 крат. Да, вот, конечно, цифровой зум – это цифровой зум. Но, тем не менее. Вот видите, здесь у меня осталась там какая-то, не знаю, сотая доля миллиметра. Это стеночка. Вот ее надо обязательно оставить. То есть, ваша задача – не сделать эту кромку острой, как на ноже, а оставить вот небольшой толщины стеночку. Просто все равно площадь давления уменьшится, и, соответственно, пробивать станет легче. В моем случае намного лучше по сравнению с тем, что было, так сказать, из магазина. Ну, собственно, на этом все. Большое спасибо за внимание. И я надеюсь, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!